Давненько я за микрофоном не сидел. Привет. Да, видосов давно не было, я сдаю экзамены. Надеюсь, с этого дня возобновлю хоть какую-то деятельность на ютубе. Микрофон, как вы поняли, я починил, поэтому что-то рассказывать на эту тему в рамках видео по Расту я не буду. Следовательно, погнали к самому видео. Сегодня я бы хотел рассказать, что делать, если вы думаете, что освоили Раст полностью, или игра на обычных серваках больше вам просто не интересна. Я сам уже давно столкнулся с данной проблемой, и знаете что? Пожалуй, я смог её решить. Вернее, найти способы для её решения. Именно о них я сегодня и расскажу. И первый из этих способов не будет входить за рамки сервера, на котором вы играете. Всё просто, если геймплей стал вам наскучивать, но вы не хотите менять сервер, то попробуйте сами изменить свой геймплей. Ммм, машина ездит, прикольно. Попробуйте после вайпа застроить какую-нибудь интересную скалу, или построить дом-ловушку, использовать необычное оружие, или ограничивать себя в чём-то при перестрелке, например в броне или в хиле. Поиграйте с сенсой, или вовсе измените всё своё управление. Если же вы не понимаете о чём я, то посмотрите вот эти видео. Ссылка на них будет в описании, а может и справа сверху запихну. В них мы издевались над своим снаряжением и управлением, и это, знаете, было очень даже весело. Тем более, когда мы умудрялись с йога пистолетов убивать золотовзрывчаткой, или делать какие-то киллы с инвертированным управлением. Если же и это вам наскучит, или просто вы не так хорошо играете в игры, чтобы ограничивать себя в чём-то, то попробуйте отвлечься от обычного процесса развития, и попробуйте поиграть на особенных серверах, а именно Фанраст. Я не думаю, что он нуждается в представлении, но всё же представлю. Сервер с мини-играми, в котором есть всё, от паркура и лобби ожидания до сумасшедших арен. И всё это при постоянном онлайне. Бэтл-Реяль Официальные сервера, построенные на основе отдельного режима «Королевская битва». Терминус Любительский проект, который в корне изменил систему лута в игре. Здесь только самые богатые могут построить базу и собрать огнестрельное оружие. Я на самом деле не очень хочу лезть туда. Нормально, это ездит для нас. В ангары идём. Там и орёл туда, орёл туда, слышишь? Игра на месте. Да, в эти часы. А, говори, говори, говори сейчас. Сзади, сзади, парни, сзади. Это голый. Да это зачем в него стрелять, дяденька? Стоп, мэр, это ты? Нет, это не мэр, аль. Я около ангара, парни, пичём. Кто, тук? Ясно. Ой, ты не свой в бронетном. Да. У него бинди-пан есть. У него бюденьки есть. Кто-то умер, кто-то умер ещё раз. Тут два парня пал. Напоминайте мне в руки брать копьё. В руки вели копьё. Спасибо. Блин. Я не знаю, что так и есть. Нет, достал, 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 я. У него очень мало патронов. Прям очень. Чит. Кп мало. И чё, хипишо. Потом надо закончить, потом надо закончить с ним обход. У него дуэд, высокий, высокий парень. Это моя, это моя. Камень, я бы дуэд. Ну, я сдаюсь, конечно, сдаюсь. Ну да, я сдаюсь, по этому. Я за... Я за... У меня какие-то килки нужны есть? Плицы какие-нибудь. Плицы хоро мне. К сожалению, на данный момент сервер пустует. Однако, я снял несколько видео о нём. Посмотреть которое можно вот здесь. Или по ссылке в описании. Embankment. Здесь игроки делятся на две команды. Далее им предстоит за 20 минут, кажется 20, я точно не помню. На маленьком острове развиться и начать кровожадное сражение. Такой режим появился ещё во времена Майнкрафта. Сейчас эти сервера закрыты. Однако, кто его знает, когда вы смотрите это видео? Вдруг оживут. Пожалуй, таких серваков даже больше, чем я назвал. Если вы знаете что-то интересное, то пишите в комментарии. Если же все эти серваки вы пробовали, то попробуйте скачать старую версию игры. Ссылок я оставлять не буду. Но в интернете найти старые клиенты и сервера довольно просто. Вам будет особенно интересно поиграть там, если вы в игре давно. И я говорю не только о каких-то 69-х деф-блогах. Даже Legacy-версия до сих пор жива. И в интернете можно найти серваки без читеров и со стабильным онлайном. Если до этого момента вы так и не услышали ничего прикольного и интересного, то всё очень плохо. У меня тоже было такое, когда только глядя на игру, сразу пропадает желание в неё играть. И я знаю, что вам поможет. Нужно целый месяц. А если хотите, даже больше. Полностью забыть о Расте, как о игре. Не просто удалить её. Не стоит даже видео по ней смотреть. Даже мои. Какой бы там ни был кликбейт на иконке, потерпите месяц. Накопите в себе интерес. И у вас вновь появится желание играть. А у меня обязательно появится желание и дальше делать для вас видосики. Если вы будете их лайкать, отправлять друзьям и писать в комментариях разные адекватные вещи. Спасибо за просмотр. Играйте в удовольствие, а не чтобы просто поиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok